Свежее заявление Кадырова о том, что взять отпуск он планирует в конце следующего года и цитата посмотреть со стороны на работу властей в Чечне. Можно ли это считать, что он покидает власть? Нет, это никаким покиданием власти не является. Это у него такая игра, не первый раз, кстати. Он это говорил и в прошлом году, и уже несколько раз. То есть каждый раз, когда возникает сомнение в том, что вообще Кадыров нужен, зачем он нужен и так далее, он начинает заигрывать. Причем это игра не с заигрыванием ни с чеченским народом, ни с российским народом. Это игра заигрывания с Путиным. Потому что у Кадырова есть тандем с Путиным, у него есть личный договор с Путиным. Путин ему платит как по минимуму миллиард долларов в год дани из российского бюджета, даже не в бюджет Чечни, а в личный бюджет Кадырова. А реально даже последние годы это от 3 до 5 миллиардов долларов. А Кадыров держит железной рукой Чечню, чтобы не было никаких исламских выходок на территорию Российской Федерации, террористических актов и так далее. А внутри Чечни он отстроил исламский халифат де-факто. Там не действует ни российская конституция, ни российские законы. Это мы видели наглядно на примере с избиением его сыном российского заключенного православного русского, которого незаконно совершенно перевезли в Чечню. И вот когда возникает сомнение в том, что делать с Кадыровым и так далее, а сомнение Путин на самом деле должен был отстранить его давно уже от власти и посадить в тюрьму. Хотя бы вот в истории с Никитой Журавелем, то Кадыров начинает с Путиным заигрывать и говорить, что типа вот я могу конечно уйти, но ты, Володя, затем увидишь, что у тебя произойдет в Чечне без меня. Вот и Путин это, кстати, знает, поэтому он его не трогает, поэтому он абсолютно индиферентно относится к нарушениям всех российских законов внутри Чеченской Республики. Поэтому он Кадырова с его ублюдком сыном малолетним брал даже на хадж Саудовскую Аравию недавно. И в этом смысле это просто кадыровское такое заигрывание с Путиным. Потому что Путин же ведь тоже заигрывает с Кадыровым. Он его, конечно, отстранить не может. Но вот недавно через министра экономики, через министра финансов, я не помню, кто из них точно это сказал, Российской Федерации, он сказал, что вот все дотационные регионы сами теперь, ну руководители, губернаторы теперь сами должны заботиться о формировании своего бюджета. И этим самым центральная московская власть напомнила всем дотационным регионам, которым является в частности Чечня, что без дотации из российского бюджета они существовать финансово и экономически не могут. И они просто там у них начнутся тоже восстание, потому что просто не будет денег, чтобы платить учителям, там, я не знаю, медсестрам и даже ОМОНовцам и милиционерам. Вот. И Кадыров прекрасно это все делал, понял. И, значит, вот когда у него такие, такое дело, он говорит, ну давай я тогда уйду и посмотришь, как будет без меня. Вот это такая, такие игрушки у Путина с Кадыровым. Медведев почему заговорил об изменениях в Конституцию? Кстати, тут некоторые телеграм-каналы даже нарезку специальную сделали, там, начиная с 2000-х. Как часто Путин говорил о том, что в Конституции никакие изменения не будут, и что, мол, это все провокации, и он не позволит никогда такому произойти. Получается, позволил Медведеву озвучить эти тезисы сейчас? А Медведев для этого, Медведев и существовал у Путина, потому что в этом смысле Путин очень цинично занимался, но он цинично в каком смысле? Он говорил, что я никогда не изменю Конституцию. И до 2020 года и до 2021 года это было абсолютно правда, потому что не Путин изменил Конституцию, а изменил ее Медведев. Для Путина, и Медведев это путинская плюшевая игрушка, то есть мы понимаем, что это, конечно, циничный обман, потому что сам Путин, никакой Медведев сам бы не изменил Конституцию, если бы Путин не дал бы ему отмашку. Но формально ее изменил не Путин до 2020 года, но в 2020 году Путин сам уже изменил Конституцию, потому что он просто не захотел играть в опасную игру, отдать обратно Медведеву и кому-то еще кремлевский трон, потому что уже в 2008, особенно в 2011-2012 году была интрига, что человек, который был мягкой игрушкой, не вернет ему этот трон. Кстати, у Путина такая же была интрига с президентской семьей Ельцина, потому что они считали, что он будет человеком, которым можно будет манипулировать весьма легко, а он стал самостоятельной политической фигурой. И вот Медведев, кстати, в 2011 году начал становиться самостоятельной политической фигурой. И с тех пор, значит, Путин его держит для вот таких вещей, потому что если вы посмотрите, что Медведев пишет в своем твиттере за последние два года, то Путин с ним явно разыгрывает тоже такую стандартную игру, вот как мы с вами только что сказали про игру с Кадыровым, такая же игра есть у Путина с Медведевым. Но Медведев в последнее время для Путина – это вот стандартная игра – злой следователь, добрый следователь. Путину всегда нужно иметь кого-нибудь, кто является полным отморозком, для того, чтобы Западу показывать, что вот видите, если я уйду, если, так сказать, я оставлю трон, то вместо меня придет вот такой вот урод, как Медведев, там пьянь какая-то, который несет каждый день какую-то жуткую ахинею про мировую ядерную войну, про изменение Конституции и так далее. Это вот тоже политическая игра, которая с Путиным и Медведевым продолжается много-много лет. Кстати, возвращаясь к Медведеву, почему он россиян призвал отдыхать в Африке? Потому что он не допил, потому что у Медведева есть такой вот… А если бы допил, то предложил бы закончить войну и отдыхать в Западной Европе, как это было до этого, в Куршевеле, да? Вот, или в Испании где-нибудь, там, или в Италии, вот, или даже там на Балканах, что, в принципе, тоже дешевле, но вполне себе прилично. Вот, это есть такой анекдот русский про пьяниц, значит, птица такая перепил, да? Значит, это вот Медведева либо недопил, либо перепил, вот. Вот, и с Будуна, значит, он сказал, что, ну, давайте все в Африку. И народ сейчас прям ринется прям в Африку, вот туда, где там Вагнер, где Пригоржин, где там революции, где какие-то исламисты бегают, да, там, в Мали какие-нибудь, там, в Нигер, и в Центрально-Африканскую республику. Ну, это, в общем, очередная бодяга медведевская, потому что он какие-то значимые вещи, вот, там, про ядерную войну, там, про конституцию, про политику внутреннюю, это игра с Путиным, а все остальное – это просто, ну, воспаленное воображение алкоголика, который чего-то там пишет, и, ну, на это, в принципе, мало кто обращает внимание из элит, потому что его никто не читает, и ему никому не нужно. Вот, ну, а мы, поскольку мы вынуждены этим заниматься, а западные, кстати, люди вообще его очень серьезно читают, потому что он же занимает серьезные посты, он же является фигурой номер 4 или 5 в российской иерархии, да, потому что он является все-таки председателем партии «Единая Россия», правда, он почему-то не принимает никогда участия ни в каких значимых вещах, вот сейчас создается группа поддержки Путина по движению на выборы, почему-то об этом заявил не Медведев, а Турчак его заместить. Ну, почему-то это мы знаем, почему, потому что Медведев в запое, вот, и плюс к тому же он является заместителем Путина в Совете Безопасности, он, кстати, выше по статусу, чем Патрушев, вот, но, опять же, он там тоже ничего не решает, потому что у него даже в Кремле нет, ну, у него есть такой кабинет пустой, да, это не Медведевский даже кабинет, такой кабинет, когда его туда пускают на 15 минут, чтобы записать с ним какое-нибудь интервью, которое покажут потом по российскому телевидению, вот, а дальше он просто в основном сидит в Новой Гореве рядом сам с Путиным, или в соседней деревушке, вот, и просто пьет каждый день, там, 24-сотки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова